Программа «Есть вопрос» на Вектор ТВ начинает новый телесезон. В минувший год оказался насыщенным. В редакцию телерадиокомпании поступило более пяти десятков вопросов. Более трех десятков обратившихся стали героями проекта. И в этом году мы снова готовы каждую пятницу не просто говорить о проблемах, которые волнуют новополачан, но и искать пути их решения вместе. Но что же, мы начинаем. Молодежная 134. Жители этого дома столкнулись с неприятным соседством. Сразу несколько балконов одного из подъездов атаковали насекомое. Почему с проблемой не удалось справиться самостоятельно, узнаем прямо сейчас. Пойдемте. Здравствуйте, Мария Ивановна. Программа «Есть вопрос» телерадиокомпании Вектор. Вы сегодня нам звонили. Вот хотели бы узнать подробности. Как давно у вас вот эта проблема с балконом? Да, уже, наверное, месяца два. А что именно беспокоит? Ну, появились пчелы, заселились, размножаются. Невозможно на балкон идти. Наедине с проблемой Марию Ивановну не оставили соседей, да только результат оказался далек от желаемого. После обработки химикатами насекомое, как говорит сама женщина, обозлились, пришлось обращаться к специалистам. Приходил ко мне с ЖКО слесарь. Ну, и он постоял, постоял, поглядел и пошел. Там что, не добраться. Потом я позвонила у ЖКО еще. Мне сказали, что он привезет снасти, ну, такие, что от пчел, там, шляпу, все это. Ну, потом я звоню, почему он не пришел, он говорит, что он кому-то еще ходил, пчел гонял, там, гонял, и его кусали. Так. Ну, давайте посмотрим на балконе, что у вас происходит. Ну, давайте. И это первый год у вас такое вообще? Первый год. Так и получается, что Мария Ивановна вместе с новыми соседями по балкону лишилась места, которое в последние годы заменило улицу. Выходить во двор здоровье не позволяет, делится женщина. В жилищно-ремонтной эксплуатационной организации уверяют, вопрос решаем. Нам это вопрос известен, к нам было обращение. На данный момент мы приобретаем необходимое специальное оборудование для того, чтобы помочь данной гражданке вывести с ее балкона данных ОС. И я думаю, что в ближайшее время мы проведем данную работу. Ну, что же, на сегодня это все. А если у вас есть вопрос, мы ждем его в нашей редакции. Звоните нам 50 52 62 или пишите в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм или Фейсбук. И кто знает, может быть уже в следующую пятницу именно вы станете героем нашего проекта. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok